У нас сейчас время свидетельства. Я вот хочу, чтобы мы могли засвидетельствовать, чтобы те, кто сокрушенные сердцем, имели радость в духе. Те, кто, может быть, потерял надежду и обрел ее. Кто ослаб в вере, чтобы поднялся в вере, чтобы видел, что Бог благ, чтобы мы могли еще раз прославить своего Господа, своей жизнью, своим свидетельством. То есть, наступить дьяволу на горло, потому что словом свидетельства и кровью акция мы побеждаем, побеждаем лукавого, побеждаем все невзгоды, все переживания, все страхи, все сомнения, все какие-то вещи, которые дьявол посылает в наши мысли, они просто аннулируются тогда, когда возрастает вера. Противостаньте твердой верой, убежит от вас. Пусть он сегодня убежит. Кто у нас желает сейчас сказать свидетельство? Еще раз приветствую церковь, слава Богу. Да, попросили коротко. Слава Богу. Жатва, да? Уже что-то можно пожать, да? Уже должны быть видны плоды. Как-то поразмышляла немножко, думаю. Вот подходишь к этому сезону, да? Для меня он все равно будет, знаете, находиться возле креста. То есть вот эта вертикаль, мои отношения с Богом, да? Горизонталь креста, отношения с людьми. Все равно будет наша жатва, ну, мне так кажется, вокруг вот этих двух истин. Поэтому есть что-то скрыто в человеке, там, где оно зреет, да? Наши отношения с Богом, написано, что это втайне. Когда проходит год, все равно мы делаем какие-то зарубки, да? В своей жизни отмечаем вот эти вехи. Что изменилось в моей жизни, да? То есть именно вот в отношениях с Богом. Есть ли перемены? Ну, так или иначе, я думаю, что, наверное, каждый, во всяком случае, это необходимо делать. Чтобы проверять самого себя вместе с Духом Святым. Сегодня на глубине я нахожусь. Глубокий или я человек, или поверхностный. Поймите, это не для нашего осуждения. Это для того, чтобы идти дальше. Это для того, чтобы плыть. Как марафонец или вот пловец. Он достигает какой-то своей цели, да? Ну, ее необходимо достигать. Ну, во всяком случае, я так хочу, чтобы Бог, знаете, ежегодно, то есть если Он отчислил нам годы, то каждый год, знаете, приносить вот это что-то новое. Бог говорит, я каждый день творю все новое, да? Поэтому, чтобы познания Боги не увеличивались. И хочу сказать, что, как следствие, это будет в отношениях с людьми. Насколько ты будешь наполнен Христом. Тебе нужно будет, как сосуду, куда-то пролиться. То есть ты не можешь все время наполняться и быть такой бочкой, да, законсервированной. То есть ты все равно, твой кранчик будет открывать Бог, и ты будешь куда-то течь, изливаться. Поэтому и вот в этой горизонтали, да, когда Бог говорит, что это отношения с людьми, я верю, что тоже вот наша жизнь, как моя персональная, как нашей семьи, она, ну, плодоносит. Обильно, не обильно, но плодоносит. И Бог в этом году, знаете, тоже испытывал нашу веру. Вот как каждого персонально, как семьи, как людей, которых поставлены в этом доме, испытывал веру нашу, были моменты свои, да, то есть летние наши приключения. Когда Бог нам открылся в этом сезоне, как Бог милости, да, который милует, как Бог, который посылает своих ангелов, чтобы защитить наши жизни. То есть когда Его рука, она над нами. То есть это тоже плоды Божьи, которые пришли в нашу жизнь, по Его милости. Когда мы не погибли, остались живы, здоровы. Даже вот ребенок наш скачет пока, ну, тоже провозглашаем, как олень. Мы тоже говорим, это милость Божья, что не было хуже. Так же с нашими приключениями, со всеми там машин, еще что-то мы рассказывали здесь, да. То есть мы считаем, что это просто Бог милостив, открывается Он нам по-новому, со своими гранями, да. В этом году мы так просили на молитвенном, знаете, обрезки для каждого. Поэтому мы считаем, что это также сезон обрезки нашего дерева, да. То есть когда что-то там, может быть, оно побаливает, еще как-то какие-то моменты. Но мы проходим, мы сдаем свои экзамены. Мы даже знаем, когда вот этот водораздел случился. Потому что жатва – это то же самое, как экзамен. То есть вот все равно это будет проверка у людей, у каждого. Все равно мы подойдем к этому сезону, когда, ну, что-то в твоей корзине должно лежать. Если это духовная часть, то там она должна тоже пополняться. И любовь, и радость, и милость, и кротость, и воздержание – там должно это быть. Если уже настолько вытекает из тебя, будут видны плоды физические, ты начнешь служить людям, ты начнешь открывать, ты начнешь двигаться в своих служениях, которые доверены тебе. Ты будешь там плодовид, плодоносящим. Поэтому, как я вот уже сказала, что плод – это плод. Он как вот, как следствие чего-то. Когда ты растешь на здоровой лозе, когда ты питаешься здоровыми вот этими соками, у тебя будут плоды, но весь потенциал внутри плода, чтобы быть вот этим плодоносящим деревом. Аминь. Когда сказали, вот, надо засвидетельствовать, я тоже так перебирал, думал. Все ровно. Мертвые не воскресали, хотя я за больных молился, когда просили. Ну и кто-то чувствовал исцеление, слава Богу. Значит, помазание я не зря, как бы, нощу, высвобождаю. Как Ремиля сказала, мы должны течь. Слава Богу, что жив, здоров. И стою перед вами, потому что уже к 70-ти двигаюсь. За этот год вот и ковидом переболел без всяких последствий, слава Богу. Как бы такого нет, что-то такого выдающего. Год отработал на новой работе. Я уже свидетельствовал о том, что на прошлой работе я два года работал как бы в серую, в черную получал в конверте. И когда нас переводили на этот момент, я как бы успокаивал себя, что работодатель виноват, будет виноват, что он не платит налоги. Но пришло время через два года, что зарплата стала уже на третий месяц переходить. Как бы и просто, ну, дух стал обличать, что, ну, ты Бога обманываешь, ты не платишь. Не отдаешь подоходный налог. Я просто сказал этому человеку, который вот, как бы работодатель, говорю, а я по-другому не могу теперь. Я христианин, я просто крадую Бога. И я сказал, что я так больше работать не могу. У меня через три звонок вот сзади требуется дворник. И как раз было время осени, много листьев, как бы глаза у меня. Ну, ничего. Год отработал, как раз вот в отпуске был, в октябре было год. Слава Богу, что Господь меня вывел оттуда. И это тоже наш духовный рост. Потому что можно согласиться с нечестием, пойти на этот компромисс. А можно вот противостать. Да. И до сих пор они мне там должны еще сумму. Ну, потихоньку гасят. Но я на новом месте во свете. Отдаю подоходный. Зарплата во свете. Так что, слава Богу, отпуск законный. Так что вот слава Богу за все. На огороде дела тоже идут хорошо. Здесь они тоже присутствуют. Господь благ на огородах, Господь благ на работе. Вот кто-то в этом году даже работу получил. Да, мы молились. Вот я вот помню, что был момент, когда внучка чья-то, да, работу искала. Потом еще какие-то моменты такие. И Бог вот так вот усматривает, все соделывает. Я верю, что Бог благ. Приветствует церковь. Я с конспектом. Этот год для меня был очень сложным. Как бы, какие бы ни были времена, есть урожайные, есть неурожайные. Сезоны разные, да. Я думала, что в этом году у меня не очень урожай. Но, как бы, так посмотрела сейчас. Зря я так думала. Вот. Ну, что я хочу рассказать. У меня год был такой тяжелый из-за того, что я, видимо, где-то допустила стрелу в свое сердце. Какой-то страх, неуверенность в себе или что. Но, как бы, получилось так, что я впала в глубокую депрессию, из которой мне было никак не выйти самой. И молились, и все. Но для меня красной ниткой прошло в этом году то, что вот мое свидетельство такое, что Бог никогда не опаздывает. Даже когда мы теряем надежду, уже веру, даже, может быть, в каком-то смысле теряем, уже устаем ждать, устаем ждать ответа на молитву. Во-первых, Бог нас учит быть терпеливыми. Ну, как бы, время, время нас больше всего пугает людей. Вот. То, что оно тянется для нас очень долго, а у Бога все так быстро. Бог ответил на... даже на те молитвы, о которых я перестала молиться уже давно. Вы знаете, что... депрессия у меня заключалась в том, что я была неуверена в себе, мне не нравилось, как я выгляжу, мне не нравилось, что моя жизнь не меняется, что она одна, что я давно уже одна, и ничего не меняется, мне ничего не радует, мне ничего не хочется. Все мои увлечения я забросила, хотя я разносторонне увлекающийся человек. Люблю бросать себе вызовы. Ну, вот все, наверное, знаете уже, что у меня скоро свадьба. Вот. Худею я без особых усилий. Вот. Тоже как-то и нравлюсь себе, похоже, больше уже. Так что... Так что Бог никогда не опаздывает, все проблемы отпали, и когда мне звонил врач-психотерапевт, чтобы назначить мне дозу антидепрессантов, я сказала, да вы что, какая-то, какие антидепрессанты, все прошло. Слава Богу. Мы на днях вспоминали с мужем, сколько чудес в нашей жизни Господь совершил. Вспоминали, как мы меняли квартиру на дом. Это было в 2000 году, и мы искали этот обмен два года. Ну, ничего. Потом нашли очень подходящий дом в центре города. Там мама с двумя дочками жила, говорит, я не потяну такой домина. Мы поменяли на дом. И, вы знаете, вся церковь была вообще в таком удивлении, что самый лучший дом в городе. И, когда мы об этом мечтали, говорили в церкви, чтобы молились, помогали нам в молитве. И сестра, наша духовная сестричка, подошла ко мне и говорит, Людмила, у вас, говорит, дом будет самый лучший, потому что Господь любит вас, вашу семью. И так и вышло. Вот. еще Господь очень хочет, чтобы наша жизнь была насыщенной. Он заботится о том, чтобы мы ни в чем не нуждались. Господь дал мудрость, и мы начали свое дело. Мы взяли предпринимательство, мы стали трудиться вдвоем с мужем. и в эти трудные годы, когда перестройка была, мы жили хорошо. Мы ни в чем не нуждались. Еще Господь целитель. Это было недавно. Геннадий очень плохо себя чувствовал. Он уже помирать собирался. Уже попрощался со мной, уже детям говорил, что вот все, я скоро уйду, готовьтесь. Вот Андрей говорит, давайте-ка мы помолимся за наволочки, ты постелишь ему наволочку, если он верой примет, постелиться. Так и получилось. Слава Господу! Он себя прекрасно чувствует сейчас. Просто я так рада. И даже в малом Господь помогает нам. Вот был такой момент, был такой момент, я потеряла свои очки. Но все перерыло везде и злали. Что такое? Потом, значит, стала молиться. Господи, да помоги ты мне, я без них никуда. И вы знаете мысль? Посмотри в морозилку. представляете? Это додуматься надо, положить очки в морозильную камеру. Посмотрела, очки лежат там в самом видном месте. Это вообще чудо, конечно. И вот так вот по жизни вспоминали очень много Господь делал для нас. слава Господу, что дети мои были всегда в воскресной школе, что дети мои всегда были с нами. Они молились, особенно за папу, потому что он Господу пришел самым последним. И слава Богу, что мои дети все верят в вере, все любят Господа, славят Его, молятся. И конечно от нас очень много зависит, от родителей, от бабушек и дедушек, чтобы мы постоянно держали детей и внуков на молитве. Все. Аминь. Слава Богу, Господь благ, жив Господь. И знаете, Он нас принимает на самом деле в простоте, когда мы не надеемся на свой разум, на свои способности, на свой ум, на свое умение, а когда мы просто в простоте обращаемся к Нему как к папе, говорим, ну папа, ну вот я такая перед тобой, слабая, немощная, но я не знаю, как мне поступить, я не знаю, как мне сделать. При том, что вроде бы ум есть, скажем так, и способности есть решать какие-то вопросы, но бывает такое, что скажем так, не даваясь подробности даже милиция помочь не может, не может. Даже вот высшие органы власти приходят, разводят руки и говорят, а мы ничего сделать не можем. Вот такая ситуация, справляйтесь с ней как хотите. И ты тогда стадишься просто и начинаешь взывать, начинаешь обращаться к великому Творцу, к великому Господу, понимать, что все в Его силе, все в Его руках. Он Господь господствующий. Он самый великий, который может действительно тебя как дочь, как дочку взять, обнять, утешить и сказать все будет хорошо, не переживай, все изменится. Ты главное надейся и убывай. В Боге есть вся надежда. Вот. И знаете, что действительно ситуация меняется. И потом как-то ты на следующий день просыпаешься и все раз разрулилось, милиция не нужна. И все хорошо, и все на свои места стало. И порядок пришел. У меня вот, я смотрю на свою дочку, я у своей дочки учусь даже этой простоте. Вот слишком, наверное, вот, я все усложняю, может быть, в своей жизни. Мне кажется, все так сложно. У дочки все просто. Она в простоте просит, в простоте получает. Все в простоте получает. Я немножко засвидетельствую за дочку, потому что, ну, моя кровянушка. Вот, слава Богу. Вот я, вот я не верила, что она вот эти вот бросала дротики такие, вот дротики бросает, что она вот выиграет. Ну, потому что, ну, честно, честно говоря, вот назвать это лохотроном, ну, это на самом деле, оно так и есть с этими дротиками. Вот, она рассчитана на то, чтобы выманить побольше денежек. Вот. Но моя дочка приняла все верой. Она помолилась Богу, попросила и сказала, что, ну, Господь, ну, помоги, мне так нравится эта пандочка, я так хочу ее выиграть, она мне так нравится, Господи, помоги мне выиграть. Один раз прошло, не получилось, она опять ко мне подходит и говорит, мама, ну, дай мне денежку, вот я еще хочу попробовать. Я говорю, а я знаю, знаете, да хватит, я же своим разумом понимаю, что это лишнее просто вытягивание денег из моего кошелька. Я говорю, я за эти деньги, говорю, Карина, что ты сейчас проиграешь, могу тебе две панды купить. Я говорю, я тебе больше денег не дам. Но она мне еще раз попросила, и я такая думаю, ладно, мы на отдыхе, пусть ребенок еще повеселится. И она берет деньги, и она получается, что она подряд там нужно, чтобы вы понимали, что дается девять раз, а выбить надо семь раз. И она подряд выбивает шесть раз, потом у нее промахи, и на девятый раз она попадает. И у нее такой, конечно, возглас. Ко мне подходит сын и говорит, ой, там Карина панду выиграла. Я на него смотрю, говорю, ты что, шутишь, что ли? Она говорит, да нет, серьезно. И я смотрю, что она уже, конечно, прыгает, веселится и радуется. И слава Богу, слава вообще Богу за все. Даже вот взять вот эту поездку нашу в Беларусь. Я обычно все люблю планировать, вот мне надо все планировать заранее, купить билеты, чтобы все было четко, чтобы я была уверена. Вот уверена во все. А тут я смотрю расписание, до Вильниса идут автобусы, а с Вильниса уже в Беларусь. Я смотрю расписание, что мы приезжаем где-то в 6 часов, там 6 с копейками, а следующий автобус по расписанию идет, по-моему, в 11 шел по расписанию следующий автобус. Думаю, брать, не брать на 11 часов автобус. Думаю, ай, ладно, приеду на месте и помолилась и такая, думаю, как-то получилось так, что я хотела взять, купить билет на 11 часов, а потом что-то, какие-то дела, потом как-то суета, и я потом уже помолилась, говорю, господи, я не купила билеты, но пусть будет как ты, вот, все устроишь. И мы приехали раньше, а, вот как получилось, что там был автобус, на который мы не успевали по расписанию. И мы приезжаем в Вильнюс и успеваем на этот автобус. И я вот буквально выхожу с этими чемоданами, подхожу в автобус, я даже не успеваю билеты купить на этот автобус. Я подхожу и водитель спрашивает, можно я вам заплачу на месте? Он говорит, да, можно. И получается так, что мы не ждали до 11 часов, 2 часа, мы сели, такой как 11, получается 7, 8, 9, 10, 5, 5 часов, почти, почти 5 часов. Мы не ждали на Вильнюсском вокзале, да, мы сели и приехали на 2,5 раньше, прошли границу очень легко. А назад, когда ехали, там тоже был такой момент, мы с дочкой молились, потому что мы не успевали на автобус, я даже не ожидала, такого никогда не было. Автобус, который перед нами шел, он опоздал на 5 часов, а у нас тоже были уже куплены билеты, и если мы не успеваем на 22, 30, мы всю ночь сидим и только утром автобус. Я подхожу к водителю и говорю, вы знаете, у нас на 22, 30 автобус, мы как вообще успеем? А он говорит, не знаю, перед нами автобус шел на 5 часов и опоздал. И я понимаю, что мы не успеем, мы приедем и нам придется всю ночь сидеть на вокзале. Но мы с дочкой помолились, потому что билеты пропадают, тоже недешево, да, 70 евро пропало бы полностью, потому что надо хотя бы за день отказаться, тогда тебя возвращают там 50, по-моему, процентов. А так пропадают они полностью. И мы помолились, и мы как раз опять-таки мы опаздываем на полтора часа, и мы вообще за 15 минут успеваем на автобус, садимся и едем. И все упование было, конечно, на Господа, Господь все устроил. вот, и я благодарю вообще за все Господа, благодарю Господа, что он стал говорить больше мне в сердце. И вот это вот такой момент, а, еще, я, наверное, я укладываюсь, я укладываюсь, и я укладываюсь. Был такой момент, вот, Рамиля помнит. Мы хотели дом купить, но она говорит, а чего, зачем вам этот дом, зачем, ну, зачем я должен, говорит, Рамиля, это была осень, я помню. Ты знаешь, вот, Рамиля, так вот, от всего хочется, вот, хочу на природу, хочу просто лечь на мох, вот, в лесу, поднять к небу глаза, смотреть в небо, на природу и слушать лес. Вот хочу, вот, душа жаждет. И вчера, вообще, была такая шикарная, шикарная погода. Вчера было солнце. Мы ездили в лес, и там был такой красивый лес. Тишина, ни одного человека. Он был чистенький, вообще, вот, ну, вообще, все видно там, за километр видно. Вот так вот, сосенки эти красивенькие, такие стоят, чистенько, аккуратненько. Мох, красивый. И я просто легла, ну, пошла, легла на этот мох и так вот лежала и благодарила Господа. Вот в простоте, вот Господь слышит наше желание, нашего сердца. И Он не забывает. Если я уже забыла, что я хотела, уже столько времени прошло, то Господь не забывает. Он исполняет наше желание, желание нашего сердца. Вот, вся слава и честь. Шалом Церковь, с праздником вас. Я верю в исцеляющую силу, очень верю, что Господь исцеляет. И у моей внучки было такое, что родители с ней поехали, собирались ехать, туда, куда ездят, они загорают вещи, за границу туда. И за два дня до этого что-то свалилось из холодильника, и они поехали в травмопункт и показывают мне на телефоне, значит, у нее гипс, так, на ноге. Я говорю, Боже, говорю, Боже, как ребенок поедет туда в такую жару, будет там с этим гипсом ходить, мама с папой будет купаться, а ребенок будет на песке сидеть. Ну как? У меня столько вопросов было к Богу. Я говорю, Господь, ну как так можно вообще? Я не понимаю. Я помолилась, отдала эту проблему Богу. Они улетели через два дня. Сначала прислали мне фотографию, что они, значит, около моря, она с этим гипсом плачет. Через два дня присылает фотографию, гипс в углу стоит. Мой ребенок бегает. Я говорю, Боже, у меня никаких претензий к тебе нет. Ты великий. Слава тебе. Всемогущему Богу слава и хвала. И она побежала, купалась и бегала. Какой там был перелом у нее, не могу сказать, но гипс стоял в углу. Слава ему. Спасибо. Я хочу сказать, что я начала ходить в эту церковь на постоянной основе и посещать молитвенное служение, домашние группы, разбор слова. То есть, как бы полностью так всецело погрузилась. И в мою жизнь пришли тоже как бы изменения. Скорее всего, они не пришли, а я приняла решение на сторону света принять эти решения. У меня восемь лет. Восемь лет я не могла выйти из зависимых отношений, которые у меня были. была семья, но она была явно не на основании Божьем, не на Христе построена. То есть, и я приняла решение и выбрала идти за Богом и следовать за Ним. То есть, я думаю, что я это приняла не своими, ну, то есть, как бы я своими, конечно, силами, ну, то есть, не своими силами, а в смысле, это решение было. Дальше все остальное от нас решение. Вот. И благодаря тому, что я начала ходить в эту церковь, и я утвердилась еще в своем решении, ну, то есть, не была поколебима. Да. Потому что мне тяжело было его принять, у меня было такое колебание, как бы раньше. Да. И верю, что еще лучшие дни у нас впереди. Аминь. Да, лучшие дни еще впереди. Вы знаете, Бог благ. Бог благ. Я также хочу засвидетельствовать о том, что у нас, знаете, у нас какие-то перемены в этом году произошли. Мы вот видим, у нас на какой-то новый уровень вышло молитвенное служение. Вот мы как бы по себе, по своим жизням мы видим, что Бог начал показывать свою милость, показывать свою благодать. Он вытаскивает людей из каких-то ситуаций, из депрессии, из каких-то моментов. Да, действительно, решение, да, действительно, обрезка, да, через какие-то переломные моменты, но Бог, Он проводит нас. И вы знаете, да, вот конец этого сезона, вот эта жатва, мы в том году с вами делали праздник жатвы в день рождения церкви, потому что у нас день рождения церкви по осени, буквально вот через две недели будет. И вот эти все моменты мы можем сопоставить и сказать, вы знаете, мы дошли до этого рубежа семилетнего существования, вообще в Марду, да, вот, со дня основания, и мы будем много еще говорить, как это было, история будет, будет все, мы на дне рождения церкви. Но я хочу сказать, что момент, когда мы собрались, такие разные, с разных церквей, с разных, с разных городов, с разных каких-то, у всех, знаете, свое вот внутреннее понимание, но, но сейчас мы уже приходим в единство духа, когда Господь, вот, просто берет и уже что-то делает, да, берет и двигается в этом собрании, потому что мы как-то однажды вот доверили ему, доверили ему свою жизнь, доверили ему свое сердце, доверили ему свое собрание, доверили ему, вот, вообще жизнь этого общества, жизни этой церкви, и, и вы знаете, он взял и начинает потихонечку освобождать, исцелять, освящать, очищать, да, вдохновлять, восстанавливать, то есть вот эти вещи, они происходят, и мы видим сегодня, мы видим эту радость, мы видим этот мир, мы видим благодать, я даже слышу вот по этим моментам, когда люди еще год назад говорили, о, как мы будем жить, у нас же отопление, о, у нас ковид, а как мы будем, вот. То есть вот такие внутренние переживания, они через край, потому что это действительно, сегодня мы говорим, слава Богу, Господь проведет, Господь выведет, потому что мы уже положили руку, мы уже однажды положились на Него, однажды надежда была и не постыдились, раз надеялись, не постыдились, другой раз, третий раз Бог пазлы собирает, четвертый раз Бог восстанавливает, пятый раз Бог от депрессии, там, какой-то момент Бог вообще свадьбу дает, то есть момент, когда не просто вышел навстречу, как, знаете, как утешитель, как дух, внутреннее состояние исцеления, да, он просто выводит на уровень, где дает тебе человека, которому ты можешь быть помощницей, которому ты можешь быть посвящена, да, то есть вот эти вещи, они настолько, я верю, что голос жениха и невесты в этом собрании еще будет звучать, много раз, аминь, у нас еще дети подрастают, у нас еще внуки подрастают, вот, у нас еще люди, которые в этом мире еще не знают, что Господь их настолько любит, что Он их спас, омыл, очистил, оправдал, им только остается принять Его в сердце, да, вот, я верю, что Бог будет касаться, через наши жизни, через существование этой церкви, мы будем просто светить, мы будем светить своим свидетельством, да, и я хочу сказать о том, что пройдя этот сезон, мы видим плоды, видим плоды, мы дружнее стали, видим плоды, мы, может быть, в этом году на выезде не были, но у нас в этом году, вы знаете, духовное такое сближение, духовный такой коннект получился, потому что у нас молитвенное поднимается, у нас жертвенный огонь, да, он на алтаре, он не тухнет, он наоборот, мне кажется, разгорается, у нас в этом году домашняя группа открылась, у нас в этом году, у нас в этом году прилепились вот сестры, брат покаялся, вы знаете, самое чудесное, самое чудесное, вообще сверхъестественное чудо, это когда человек принимает Христа в свое сердце, когда человек рождается свыше, это самое сверхъестественное, что может быть на этом свете, потому что в этом году, в ноябре месяце, мы вот хотим начать вот этот начальный библейский курс, хочу, чтобы наши дети, они с нами служили, с нами двигались, вот, чтобы им было так же радостно, весело, интересно двигаться, любящим Его, по Его изволению, все содействует ко благу, аминь, Господь, благословимая и уста, я не птица говорун, но, что Господь говорит, я должен сказать, с праздником вас, праздником, чудесный стол, чудесный стол. Начнем со священного Писания, исход, 23 глава. Наблюдая праздник жатвы, первых плодов труда твоего, каким ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою, три раза в году должен являться весь мужской пол, твой пределецо, владыки Господа. Наблюдая праздник жатвы, мы, значит, понимаем, что это установлено Богом, и мы должны соблюдать, почитать этот праздник первых плодов труда твоего. Жатва – это подведение итогов, итог чего-то, итог чего-то. Когда готовился, смотрел и слушал проповедь, тоже про жатву, и один проповедник, как бы вот сейчас, глядя на этот стол, он говорит, есть такая тенденция, вот как бы в церквях друг перед другом хотят вот такие прям столы богатые сделать, как бы вот. Говорит, это да, хорошо. Это один даже, ну, проповедник, как можно сказать, по колено, там в этих помидорах было, что это, это, конечно, да, хорошо накрыть столы, благодарение за руки, кто это сделал, вложил душу, и это тоже такое, тоже жатва, жатва, ну, вот, креатива, жатва понимания. Наблюдаю праздник жатвы. Что значит, или какой смысл в этом празднике? Первое мы должны понимать, что этого бы не было, если бы не было Божьего присутствия. Как бы, вот я огородник, мне это знакомо, если нет дождя, то это просто все засохнет. Если посадить куда-то в тень, там будет, как бы, что посадил, то и соберешь. Если посадишь плод, взять этот лук, посадить рано, то соберешь только стрелки, только перья, но не будет вот на зиму плода. И мы вспоминаем вот эту притчу о сеятеле. Вышел сеятель, сеять. Одно упало при дороге, в каменистую почву, одно упало в тернии. И тернии мы взошли и заглушили это семя, потому что не было Божьего присутствия. Как бы, семя взошло, но было заглушено и нет плода. Если нет, нет Божьего присутствия. Вот момент. Рыдая, как молодая жена, припояшившись в речи, чем о муже юности своей, прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники и служители Господни. Опастошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Краснеть от стыда земледельцы, рыдайте виноградарь, пшеница и очменьи, потому что погибла жатва в поле. Засохла виноградная лоза и смоковница завяла, гранатовое дерево, пальма и яблонь, все дерева в поле посохли. Потому и веселье у свинов человеческих исчезло. Если вот нет этого Божьего присутствия, Божьего покрова, то вот происходит то, что происходит. Второй момент – это благодарение Богу. Благодарение Богу, что вот действительно Он нам способствовал, давал дождик в свое время, было солнце в свое время, и мы благодарим. Благодарим, что мы живы, Господь давал силы заниматься вот на огороде, чтобы эти были плоды, и не забывать благодарение, что есть место. Не забывай благодарить, не забывай благодарить, не забывай его благодеяния. Третий момент – желание быть верным. Верным. Здесь можно вспомнить вот Малахию. Отверстие небесных неизольное. Как бы вот десятины, приношения, оно такое не разовое. Оно должно быть. Мы не делаем и верных в этом. Верность. Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то он и пожмет. Если мы вот верные в этом, то Господь нас благоставляет вот плодами Духа. Плодами Духа. Вот у нас это начинает произрастать. Плоды знаем, вот Малая Галатом 6-7. Не обманывайтесь. Бог поругает не бывает. Что посеет человек, то и подлетит. И вот плод Духа. Любовь, радость, мил, долготерпение, благость, милосердие, вера. Продпись, воздержание, но таковых нет закона. Вот. Если мы верные, то это в нас произрастает. В этом мы становимся сильны. Дальше. Плоды. Плоды – это вот наш характер. Наш характер. Матвея 7-17. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, или дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросает в огонь. Не может яблони принести какие-то, ну, колючки, какие-то репей. На ней и будет яблоко, потому что она предназначена для этого. Это ее природа. Как мы слушали, тоже вы пробуетесь, и как бы две из двух сокровищниц вносится, доброе или худое. Иоанна 15, 4. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может не делать ничего. Вот как бы такое основание. Мы должны пребывать на Боге, на этой лозе, потому что Бог говорит, я есть лоза. И мы питаемся от одного корня этим соком. Этот сок, вот, Слово Божье. Но мы каждый приносим свой плод, потому что мы все разные, и у каждого свои дары и таланты, но сок, Слово, оно едино для всех. И приходя к Богу, у нас появляется ответственность. Мы раньше были рабами греха. Приходя к Богу, мы становимся тоже образно рабами, но уже благословение. Господь начинает в нас работать. И ответственность наша перед Богом это обрезать, обрезать. Вот это ненужное, старое, что мешает нам. Я уже сегодня тоже говорил, что вот обрывал сливу, и там такие ветки длинные, что вот они гнутся. Я под каждую подставлял рогатуйки. Я понимаю, что их нужно обрезать наполовину, чтобы она как бы опустилась, но не лезла вверх, потому что бесполезно, она сломается. И это надо делать. Может быть, яблоньке будет больно. Так же и у нас бывает, как вот Катя сегодня тоже, как бы делали решение. Нужно было есть комфорта, обеспечения, выйти, сделать решение. Да, может быть больно, но это надо переболеть, о чем она тоже говорила. Это надо переболеть. Я верю, что Господь проведет и обращует на этом моменте. Время благодати у нас заканчивается. Геремия 8, 7. И а из-под неба знают свои определенные времена. И горлица, и ласточка, и журавль наблюдают время, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господни. Есть еще место такое, что Господи, научи нас исчислять время, исчислять дни. Потому что иногда зачастую мы захвачены суетой, вот этим движением не туда, каким-то ориентиром, приоритетами, не отбожими. И вот эта суета, мы вроде бы что-то делаем, но мы как стоим на месте. Вот это опять же семя впустую. Бог придет за сжатвы. Откровение, 13 глава, 16 стих. И услышала голос неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые и умирающие в Господе. Ей говорит дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И взглянул я, и вот светлое облако на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке острый серб. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке. Пусти серб твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверх сидящий на облаке серб свой на землю, и земля была пожата. Там, когда мы прославляли Бога, там вот именно пели мы из песенников старых про жатву, про жатву, там образно показано вот это пшеничное поле и снопы. Может, кто-то жил в сельской местности и видел этот момент. Я помню, еще у нас был серб, что вот там серпами жали вот эти снопы. И даже я сам длинные вот эти снопы тоже вязал. Это все про образы. Господь вот нас пожнет в конце жатва, это кончина века по-духовному, вот, как Господь видит. И он нас пожнет в конце. Или мы к нему придем, или он к нам придет. Раньше жатва. И от нас Господь хочет вот этой жатвы хотя бы нам по колоску принести. Конечно, он хочет, чтобы мы со снопами, человек десять, спасенных, спасенных. Вот это жатва, спасенная душа, хотя бы нам по одному колоску. Да, мы многим говорим, свидетельствуем, слава Богу за Диму, вот это тоже колосок уже нашей церкви, нашей общины. Да, слава Господу. И цена нашего спасения. Так, Иоанна 12-23. Последний шипсал. Иисус сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падший в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Иисус, как вот это зерно, можно поразмышлять, если бы Он не покорился волей Бога, Он бы остался один, абсолютно один. Но так Он принес этот плод. Зайдя на крест, Он умер, и чтобы многие жили, чтобы многие были спасены, но ценой кровью, вот она цена, цена нашего спасения, цена жатвы. Как бы, ну, образно, тоже Господь вот Его пожал, чтобы вот была жатва, а жатва вот, вот мы сидим, слава Богу, что мы сегодня в Доме Божьем, и это Его жатва, Его снопы. дай Бог нам это сохранить, сохранить, принести плод достойный, достойный плод, пройти все наши моменты, обстоятельства, они будут, и Господь об этом предупреждал, и предупреждает, и говорит, и сейчас, до сего времени. Субтитры создавал DimaTorzok